На календаре апрель, а значит пришло время наводить порядок, озеленять и благоустраивать. Месячник по подготовке территории Брещена к весенне-летнему периоду уже в самом разгаре. Здравствуйте, сегодня четверг и как всегда в это время в прямом эфире на телеканале Беларусь-2 вас приветствует программа «Точка зрения». Сегодня будем говорить о месячнике по благоустройству нашего региона, о том, как проходят работы по санитарной очистке и озеленению, о предстоящем республиканском субботнике, но и других мероприятиях, направленных на приведение территории нашего региона в красивый и цветущий вид. И вот о том, как организован этот процесс на сегодняшний день, о том, что уже сделано и что планируется, мы узнаем у гостей нашей программы. Студия Михаил Павлович Иолоб, заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия управления ЖКХ, и Нелли Тадевшина-Гиндюк, главный государственный санитарный врач Брестской области. Нелли Тадевшина, Михаил Павлович, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, по традиции я напоминаю, что вы также можете принять участие в нашей сегодняшней беседе. Возможно, у вас есть свое мнение, своя точка зрения о том, как сделать наш город и нашу область еще краше и чище. Ну, а возможно, есть вопросы, которые вас волнуют по теме благоустройства. Пожалуйста, звоните 21 55 65, мы будем рады вас сегодня услышать. Итак, Михаил Павлович, начнем с вас. Вот в этом году кому-то на радость, но кому-то, может, на огорчение снега было мало. Наверняка все-таки какие-то коррективы в работу служб ЖКХ это привнесло. Ну и в первую очередь, интересно, сказалось ли как-то на плане мероприятия по наведению порядка в нашей области вот к весенне-летнему периоду? Безусловно, мягкая зима внесла определенные коррективы, планы работы жилищно-коммунальных служб в части наведения санитарного порядка в городах и населенных пунктах области. Так, ранее установленных сроков, наши предприятия приступили к уборке приладковых частей улиц и дорог, к текущему ремонту улично-дорожной сети. В соответствии с распоряжением областного исполнительного комитета, от 3 марта был создан областной штаб под руководством заместителя председателя обесполкома Саковского Виктора Евгеньевича. За всеми членами областного штаба закреплены регионы, проводится регулярное обследование и дается принципиальная оценка в части выполнения территориальных мероприятий. Но, как вы уже сказали в начале передачи, благодаря благоприятным условиям в текущем году определена уже дата проведения месячника по благоустройству. Он проводится в период 16 марта по 31 апреля. Главная задача – навести идеальный порядок в наших городах и населенных пунктах и в дальнейшем поддерживать его на должном уровне. – Когда мы говорим о благоустройстве, о наведении порядка, как-то привычно слышать ЖКХ, ЖКХ. А вот ваш областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, каковы основные функции и задачи вас и ваших сотрудников в контексте месячника по благоустройству в нашем регионе? – Санопереслужба области круглогодично работает по контролю и выполнению санитарных норм и правил благоустройства населенных мест на всей территории области. Однако в период проведения месячника, республиканского субботника, в соответствии с решением области полкома, решениями городских и районных исполнительных комитетов создаются рабочие группы, в которые входят главные государственные санитарные врачи территории. И они, в том числе их подчиненные специалисты, активно работают в рамках рабочих групп, санитарно-контрольных бригад, для того, чтобы в планы мероприятий на период проведения месячника были включены все наиболее проблемные места, проблемные территории, для того, чтобы к окончанию этого месячника мы на самом деле могли говорить о наведении идеального порядка. Смотрите, уже с середины марта прошел какой-то период, сегодня начало апреля. О каких результатах уже на сегодняшний день можно говорить, Михаил Павлович, по линии ЖКХ? Жилищно-коммунальные службы активно включились в работы по наведению порядка на земле. Так, на сегодняшний день мы уже выполнили текущий ремонт дорог на площади полторы тысячи километров. Выполнены работы по кредированию дорог с песчаногравийным покрытием в объеме 360 километров. На сегодняшний день мы приступили к наведению порядка на кладбищах, которые находятся на обслуживании жилищно-коммунальных служб. Это 339. Кроме того, за нашими предприятиями закреплено 259 мемориальных комплексов захоронений воинской и боевой славы. Помимо всего прочего, в некоторых регионах области начали начатые работы по нанесению дорожной разметки. Ну и, безусловно, приступили к наведению общей красоты. Это устройство газонов, это устройство клумб. На сегодняшний день нашими службами уже посажено более 300 деревьев. Ну и в дальнейшем эта работа будет продолжаться. Ну и так каждый день мы уже можем наблюдать, как работают сотрудники служб ЖКХ. Уже везде действительно и подметается, и убирается, и что действительно в порядок это видно. Нель Тадевшин, ну вот про работу центра уже можно было даже в январе месяце. Читайте результаты, да, итоги, где вы бы проходили проверки, и результаты этих проверок, и привлечение каких-то тех или иных предприятий и граждан. То есть, в принципе, как вы уже и говорили, работа круглогодичная. Все-таки вот именно за этот период, когда стартовал месячник по благоустройству, что вот по вашей линии работы уже было сделано? Если говорить о марте текущего года, то значительной активизацией данной работы, безусловно, способствовала подготовка и проведение под руководством Сергея Дмитриевича Ашмянцева, Президиума областного совета депутатов по вопросу наведения порядка на земле, где были обсуждены основные вопросы, которые позволят нам поднять уровень наведения порядка на более высокий уровень, придать этой работе более высокую планку. Кроме этого, способствовало, конечно, и совместное с Комитетом природных ресурсов, проведение нашей совместной коллегии с приглашением всех заинтересованных, на которой мы обсудили все проблемные вопросы, которые сегодня мешают на отдельных территориях тому, чтобы работа проводилась системно. Сегодня наши надзорные контрольные органы, органы власти активизировали как информационно-образовательную работу, так и органы надзора контрольно-надзорную деятельность. Если говорить о санслужбе, то только за три месяца текущего года нами проведены обследования, оценка по наведению санитарного порядка более 8 тысяч объектов и территорий в городах и районах и почти 19 тысяч территорий, прилегающих к усадебной застройке. Выявляемость нарушений составила порядка 41% по объектам надзора, улицам, площадям наших населенных пунктов и 9% по усадебной застройке. А вот если в сравнении говорить, насколько вот это выше нормы или ниже нормы, или это как бы естественный круглогодичный процесс, вот такие нарушители, они в принципе всегда выявляются и были, или все-таки степень повышена, можно отметить? Я хочу отметить повышение ответственности сегодня и жителей нашей области, более значительную роль в этой работе сельских исполкомов и всех заинтересованных. Конечно, этому способствует информационная работа, создание системы, но в отдельных ситуациях этому способствуют и те штрафные санкции, которые нам приходится применять к тем, которые по каким-то причинам не хотят своевременно выполнять предписание, рекомендации. Именно по этой причине за три месяца нами уже наложено штрафов на полмиллиарда рублей. В основном это субъекты хозяйствования. Как-то по домовладельцам мы больше даем предписание и рекомендации, но к окончанию месячника будем, конечно, привлекать уже и домовладельцев. У нас есть звонок от телезрителей, я предлагаю выслушать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Меня зовут Валентина Николаевна Смущук, я живу по улице Карбышева, 69, квартира 24. Дело в том, что нам благоустроили двор. Мы слушаем вас, Валентина Николаевна, говорите, пожалуйста. Вот и благоустроили до такой степени, что сделали две дороги, что нам благоустроили так двор, что сделали две дороги шириной по 6 метров обе. И представьте, вот у нас теперь проезжает не только город Брест, но и все, нам так кажется, что вся Брестская область через наш двор. Мы хотели бы, чтобы нам как-то... Вы не слушаете, Валентина Николаевна, себя. Мы вас слышим, вы продолжайте, пожалуйста, задавайте свои вопросы. И еще, я звонила в ГАИ, хотела, чтобы они у нас как-то... Ну, чтобы они перекрыли нам одну дорогу хотя бы. Потому что жить так невозможно, детям негде поиграть. Площадка детская буквально, ну, метр на метр, можно сказать. Ну, мячик выкатывается то на одну дорогу, то на вторую. Потому что детская площадка находится между этими двумя дорогами широченными. Спасибо, Валентина Николаевна, спасибо, мы вас услышим. Михаил Павлович, есть что сказать? Вопрос понятен, спасибо за вопрос. Значит, благоустройство дворных территорий осуществляется в соответствии с проектной смертной документацией, которая проходит госэкспертизу. В данном конкретном случае идет речь о расширении проезжей части для того, чтобы можно было обеспечить нормальный автомобильный поток внутри дворовой территории. В частности, там ходит и спецтехника для сбора и вывоза вторичных твердых коммунальных отходов. Ну, и, по всей вероятности, значит, осуществляется стоянка автомобилей, которые находятся в собственности проживающих по данному адресу. Значит, более конкретно мы, наверное, выйдем на место с участием городских служб и разберемся в данной ситуации. Ну, продолжаем речь о благоустройстве. Нелли Тадож, мы хотели бы услышать о наиболее проблемных местах, вот мы озвучивали, да, в общем, в своих ответах уже. Так что на сегодняшний день вызывает наибольшее опасение с точки зрения санитарно-пезимологического состояния, да, и вообще, которое требует повышенного внимания всех заинтересованных служб? Учитывая положительную динамику по ряду территорий, мне бы хотелось отметить, что наиболее проблемными на сегодня остаются отдельные территории гаражных массивов, садоводческих товариществ, пустующие территории, территории, прилегающие к отдельным кладбищам и отдельные кладбища. Вот и еще территории, прилегающие к отдельным мини-полигонам, дороги к ним идущие, состояние обваловки отдельных мини-полигонов, где устранение нарушений происходит по предписанию и рекомендациям, но через какое-то время опять появляются эти же нарушения, то есть нет созданной системы. И наша задача и в рамках месячника, и в рамках поручений главы государства по наведению идеального порядка до 1 мая, все-таки создать ту систему, которая обеспечит постоянное поддержание этих территорий в надлежащем санитарном состоянии. Одним из решений, конечно, если говорить по гаражным массивам, является преобразование их в гаражные кооперативы. Примером может служить город Пинск, где нет ни одного гаражного массива, а все преобразовано в гаражные кооперативы. Есть руководители этих кооперативов, которые контролируют, и с которыми проще работать, которые организовывают эту работу. Михаил Павлович, ну а вот куле встает вопрос, о каких-то проблемных моментах на мини-полигонах. Насколько система отлажена сегодня сбора и вывоза мусора, и вообще контроль за этими мини-полигонами, где твердые коммунальные отходы? Спасибо. Основная задача, которая состоит перед жилищно-коммунальным хозяйством, это обеспечение санитарной очистки городов и населенных пунктов. На балансе обслуживания предприятий ЖКХ находится 305 объектов захоронения, которые находятся в сельской местности, так называемые мини-полигоны. К примеру, начиная с 2006 года, их количество сократилось порядка в три раза. Это за счет того, что мы оптимизируем действующие схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Переработка, то есть, да? Да. На сегодняшний день есть государственная программа сбора, заготовки и переработки твердых коммунальных отходов, которая утверждена указом президента, и она предусматривает собой создание эффективной системы сбора вторичных материальных ресурсов. На сегодняшний день вы видите, что уже на территориях многоквартирных жилых домов, кварталах индивидуальной застройки у субъектов хозяйствования появились контейнерные площадки с обустройством контейнеров для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов. Значит, задача, которая стоит перед жилищно-коммунальным хозяйством, это прежде всего создание такой системы, которая могла бы работать эффективно и могла бы обеспечить сбор, переработку вторичных материальных ресурсов на наши перерабатывающие предприятия. С этой целью в прошлом году, значит, было у нас в Брестской области установлено три линии сортировки, это Береза, Ганцевичи и Вацевичи. На текущие годы запланированы шесть линий сортировки тоже в районных центрах, в том числе реконструкция и модернизация существующей сортировочно-погрузочной станции в городе Пинске. Какие проблемы решают эти линии сортировки? Это, прежде всего, увеличивает процент излечения вторичных материальных ресурсов и уменьшается нагрузка на действующие полигоны. К примеру, мы выезжали в один из районных центров и проводили анализ. После того, как была установлена там линия сортировки, нагрузка на близлежащие мини-полигоны сократилась значительно, на процентов 20-30. А в перспективе раздевается, что еще будут сокращаться мини-полигоны? Да, мы сокращаем. Будет развиваться эта система? Продолжение нашей темы в соответствии с решением областного исполнительного комитета до 2016 года, количество мини-полигонов будет сокращено до 4-5 базовых в каждом регионе. У нас есть еще один звонок от телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь и задавайтесь... Добрый день, Андрей, меня звать. Очень приятно. Задавайте вопрос, пожалуйста. Такой вопрос у меня возник. Живу в городе Бресте по улице Кобринской. Это сторона лесхоза и МООСа. У меня возник такой вопрос. Раньше у нас был отличный асфальт по всей улице. Разбирали железную дорогу. Все вот эти грузовые машины, 20-тонники, 8-го треста, насколько я помню, ездили по нашему асфальту. Асфальт разбили полностью. Водоканал возле... Года 3-4 назад водоканал возле Министерства растительных систем проводил воду, выкапывал. Засыпали щебенкой. Опять же, не заасфальтировали. Асфальт пришел в негодность. Это первый вопрос такой, что можно сделать. Второй вопрос. У нас стояли контейнеры для раздельного мусора. Уже как месяц их убрали. Больше не ставят. Спасибо, Андрей. Ну, что касается обустройства и ремонта дороги, которую обозначил наш уважаемый зритель. Значит, в данном конкретном случае необходимо детальное обследование и с участием специализированных организаций мы эти вопросы будем решать. Ну, он уже озвучен, значит, он уже будет под контролем, да, Михаил Павлович? А он по поводу контейнеров? Что касается установки мусорных контейнеров, значит, почему убрали, мы тоже разберемся. На сегодняшний день у нас этими вопросами занимается Брестский мусороперерабатывающий завод. По какой причине, мы уточним. А вот вообще все же начинается с нас, да, насколько мы ответственно подходим вот к той же сортировке мусора, дабы помочь перерабатывающим, да, заводам. Насколько мы добросовестно вот исполняем вот это вот устанавливать? Ведь сейчас в частном секторе, если прогуливаться, очень много видно. Если раньше не было, то сейчас очень много этих контейнеров жителей Бреста и прилегающих территорий. Процент охвата раздельным сбором вторичных материальных ресурсов Брестской области составляет порядка 83%. Это я имею в виду в городах. Первая задача наладить эту систему в городах и районных центрах. На сегодняшний день вы отметили, что в городе Бресте помимо контейнеров, которые установлены в домах многоквартирной застройки, начали работать и в частном секторе. Для этого мы проводим информационно-разъяснительную работу среди населения и рассказываем их, для чего это делается, для каких этих целей предпринимается. На сегодняшний день я вам скажу, что процент излечения вторичных материальных ресурсов значительно увеличился. Если по городу Брест, то мы раньше собирали где-то порядка 7-8 тысяч бумаги и картона, то на сегодняшний день им уже доведено более серьезное задание. То есть объемы сбора увеличиваются. Насколько я знаю, этот процесс достаточно длительный. Вот, например, в Швеции, я читала, 50 лет шли к тому, чтобы у них сейчас, по-моему, 8 контейнеров для раздельного сдачи мусора, да, и там уже действительно большие средства уже зарабатывают даже на мусоре. Я думаю, что может когда-то перспективно. Мы начали эту работу, я думаю, что в течение нескольких лет она будет завершена. Ну, и тогда уж на согласитесь ли вы со мной, что вот несмотря на все усилия, которые прилагают и службы ЖКХ, да, и местные власти к устранению различных нестихийных, вернее, стихийных свалок, по-прежнему эта проблема актуальна для Брещена. И ведь вы контролируете и выявляете вот это вот и вблизи частных секторов, и садово-усадебных участков. Так ведь это, наверное, должно быть? Есть или все-таки тоже тенденция к тому, что их меньше становится? Я согласна с вами, что тенденция к тому, что их становится меньше. Сегодня мы уже мало констатируем фактов. больших свалок, несанкционированных. В основном это два-три мешка случайно выброшенного кем-то мусора, будем так считать. Но это для нас нонсенс, это неправильно, это недобросовестность наших граждан, а может даже отдельных субъектов хозяйствования. Поэтому при выявлении, кто это сделал, безусловно, все привлекаются к ответственности, в том числе землевладельцы данных территорий. В текущем году было выявлено 64 свалки мусора стихийных, 56 уже ликвидировано по нашим предписаниям. Этот процесс продолжается, и безусловно, что по всем таким стихийным местам выдаются предписания, рекомендации и принимаются меры, чтобы в последующем они не появлялись, изучаются причины, почему они появляются. А вот когда при повторном, вот есть такие случаи, когда предписание устранили, какой-то штраф даже был наложен, а в дальнейшем повторно, например, та организация была, вот бывают такие случаи? И тогда в этом ситуации как вы поступаете? Не так скоро бывают, но на следующий год такие факты бывают, повторяются. Тогда, безусловно, сумма штрафа становится больше. Может, они уже вас какой-то в черный список там не вносит и нет организации? Существуют какие-то у вас проблемы? На сегодняшний момент все-таки мы пытаемся добиваться добросовестности наших субъектов хозяйствования. Мы подключаем сегодня и другие контрольно-надзорные органы, службы жилищно-коммунального хозяйства, работаем вместе с органами власти. Безусловно, стараемся влиять и путем ходатайств на соответствии с занимаемой должностью отдельных руководителей и привлечения дисциплинарной ответственности отдельных ответственных за нарушения. Но, если сравнивать, допустим, пять лет назад, то тех свалок, которые мы часто видели на окраинах деревень отдельных, в связи с неорганизованной системой вывоза мусора, сегодня найти такие свалки на окраине, я считаю, что сложно. У нас есть звонок о телезрителе, тема все-таки действительно актуальная для жителей нашего региона. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Значит, у меня такой вопрос. Я живу на улице... Здравствуйте, вы меня слышите? Мы вас слышим, вы не слушаете себя в телевизоре. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Значит, я живу на улице Кирова. Продолжайте, продолжайте. Мы вас слышим. Я живу на улице Кирова, и у нас такой участок от улицы Мицкевича до газоаппарата, до стоянки автомобилей, газоаппарата. И вот вы знаете, у нас вот этот вот участок, вот это напротив железнодорожной поликлиники, и там не асфальтирован, не положена плиточка, и там такие старые деревья, и вот эти корни деревьев, они уже наверх вот вылезли, и очень плохо ходить, это раз. А когда вот летом, вот эти вот кроны деревьев, очень большие, фонари вот в этих кронах, и вечером возвращаешься, вот по этим вот корням, темно, и хотелось бы, чтобы обратили внимание, ну и как-то облагородили вот этот вот участок. От улицы Мицкевича до, значит, стоянки вот газоаппарата, до Кирова, Витаплюс, там вот медицинский центр Витаплюс. Обратите внимание, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Спасибо. Я думаю, что тоже, да, Михаил Павлович, возьмем на заметку. На данный вопрос. Что касается сноса деревьев, то они принимаются в соответствии с решением Горьевсполкома. Для этого создается комиссия, производится обследование, и дается заключение о ее дальнейшем использовании. Ну, вот мы говорили о стихийных свалках, да, что тенденция к их уменьшению, а вот на канале программы мы пообщались с сотрудниками областного лесхоза, так они называют миллиардные суммы, которые тратятся все-таки на устранение. Но это что касается лесного фонда, да, действительно большие средства. И они тоже борются с теми, кто все-таки захламляет и мусорит в лесах. И на сегодняшний день у них есть такой ноу-хау, может быть, да, о котором они поделились с нами. Хотя они хотят раскрывать всех секретов, но что именно, мы сейчас, я думаю, что услышим и поймем. Внимание на экран. Ежегодно на Брещене порядка тысячи кубометров выбирается мусор, причем это и в придружных полоцах, и вокруг садовых товариществ, и населенных пунктов. Поэтому, к сожалению, у нас население еще по-прежнему, бытовой мусор, может, строительные отходы по-прежнему вывозятся в лесной фонд, и тем самым загрязняется лес. Мы так многогранно подходим к решению этого вопроса, и вот одно из последних новшеств – это применение фотоловушек для выявления тех нарушителей. Они могут устанавливаться в разных местах, как правило, мы предупреждаем, выставляем знаки, что ведется видеонаблюдение, но с целью пресечь желание людей выбрасывать мусор в эти места. На сегодняшний момент ведется апробация, и хотелось бы более детально изучить возможности той аппаратуры, которая у нас есть, и саму возможность формирования доказательной базы с помощью камер-фотоловушек. Вот эти материалы будут использоваться как доказательная база для привлечения к административной ответственности. Если все будет доказано, он получит штраф. Максимальный штраф может составить до 3 миллионов 600 тысяч белорусских рублей. Анна Эль Тадошина, а вот несколько слов хотелось бы услышать. А какой вред несвоевременную уборку мусора, которые на почве долгое время не лежат, вред и для тех, кто рядом живет, ну и вообще, если в лесополосе располагается этот мусор с точки зрения эпидемиологических проблем? Безусловно, твердые коммунальные отходы представляют эпидемиологическую опасность. В них успешно сохраняются возбудители дизентерии, брюшного тифа, большинство кишечных инфекций. Хорошо в мусоре размножаются клещи. И еще дополнительно при наличии грузунов, которые являются переносчиком данных клещей, Плюс клещи еще дополнительно хорошо очень размножаются на сухостое, на подросшей траве несвоевременно покошенной. Это в итоге является, может явиться причиной как заражения людей кишечными инфекциями, так, конечно, заражения и клещевыми инфекциями. Уже сегодня, в этом году, я могу сказать, за три месяца мы имеем 35 случаев покусов клещами нашего населения. Это значительно меньше, чем в прошлом году. Думаю, что здесь сыграла роль информационная работа. Но эти случаи есть. 35 случаев мы имеем. Из них 14 дети. 60% клещей было заражено лайм-боррелиозом. Поэтому проблема по-прежнему актуальна. Чтобы не страдать потом, гуляя в лесу от тех же клещей, может быть, в первую очередь стоит устранить первую причину, которая может быть, тот же мусор. Правильно, Нель Тадошин? Поэтому не будем. Обратимся к телезрителям с просьбой все-таки задуматься, прежде чем. Вы же говорите, что сейчас не стихийные свалки, но тот же мешок мусора – это уже нонсенс. Правильно, Нель Тадошин? Безусловно. В порядок нужно привести и свои территории усадебной застройки, территории дачных участков, территории, прилегающие к усадебной застройке и к дачному участку. Ведь они тоже часто являются причиной того, что мы имеем укусы клещами. А причина – это сами люди. То, что они своевременно не убрали прошлогоднюю растительность, не убрали своевременно мусор, не ликвидировали грузунов, а с грузунами нужно бороться каждую осень и каждую весну. И, соответственно, мы имеем случаи заражения и лайн-боррелиозом в этом году, 6 случаев. Это меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было их 10. У нас пока нет, к счастью, случаев заболевания клещевым энцефалитом. Однако причина этих болезней – только наша беспечность. Поэтому, возможно, в предстоящий республиканский субботник, который будет 4 апреля, всем уже знаем, всем предстоится замечательная возможность не только свою территорию брать, но и помочь местным властям навести порядок и в городе, и в области. Михаил Павлович, какие задачи в этом году на республиканский субботник? Как, наверное, и каждый год, но если в этом году особенно, внимание уделяется порядку? Безусловно. Как вы уже отмечали в начале передачи, на территории городов и населенных пунктов должен быть установлен идеальный порядок. Поэтому, прежде всего, усилия будут сконцентрированы на приведении городских территорий, населенных пунктов, надлежащий вид. Помимо всего прочего, трудовые коллективы будут участвовать не только в производственном процессе, но и в обустройстве своих прилегающих территорий. К данной работе будут привлечены и учащиеся молодежь, и студенты, то есть все, кто сможет, они примут участие в этом субботнике. В прошлом году, к примеру, в субботнике приняло участие порядка 489 тысяч человек Брестской области. Были заработаны деньги в размере 7,2 миллиарда рублей и были направлены на благие цели. Это на строительство регионального центра онкологии в городе Минске. А в этом году? Ну, мы на сегодняшний день ждем постановления Совета Министров, в соответствии с которым будут определены, куда будут направлены эти средства. Давайте выслушаем еще один звонок от телезрителей. Алло, здравствуйте. Добрый день. Мы вас слышим, представьтесь и задавайте вопросы. Добрый день. Город Лунинск вас беспокоит. Зовут меня Мария Ивановна. Очень приятно. Большая просьба через вашу передачу. Хотелось бы как-то получить такую помощь луничанам. Особенно тем, которые работают по 12 часов, насчет контейнеров для бытовых нужд. Не то, что вот пластик, стекло, бумага, разделение. Вот именно такие контейнеры. Потому что деваться некуда. А что не хватает именно у... А их вообще нет в городе. Ни одного. Так, хорошо. Михаил Павлович. Вопрос понятен. Спасибо. Как я уже говорил ранее, на текущий год по городу Лунинсу у нас предусмотрено создание линии сортировки. Значит, одновременно мы будем обеспечивать этот регион специальными контейнерами для сбора вторичных материальных ресурсов и укреплением ее материально-технической базы. О каком-то временном промежутке идет речь, когда это планируется? Я думаю, что эти вопросы будут решены второй, третий квартал текущего года. Налья Тадошина, вопрос к вам по тому, как вы взаимодействуете, тоже работа с населением, как привлекаете тех же учащихся, может быть, или трудовые коллективы. И какую функцию, опять же, главная задача, вот что донести об опасности или еще раз заострить внимание на той или иной проблеме. Вот как вы устраиваете отношения? Безусловно, что главной задачей сегодня для того, чтобы была обеспечена надлежащая санитарная очистка, является информирование населения. И сегодня в постановлении Совета Министров определено ряд структур, которые информируют население по этим вопросам. Среди них есть, конечно, и санитарно-эпидемиологическая служба. Это и в ходе проведения нашей работы по пропаганде здорового образа жизни на всех уровнях, начиная от детского сада, школы и работая, безусловно, с более взрослыми людьми. Ведь без участия населения мы не сможем добиться постоянного системного поддержания порядка. Сегодня тратятся большие денежные средства на те мероприятия, которые, может быть, где-то можно было бы и не тратить. А за эти деньги построить детский сад, бассейн или использовать их для социальной поддержки наших людей. Поэтому от нас сегодня зависит то, что меньше будет тратиться денег на эти цели. Но для этого мы должны обращать внимание на своих детей, на всех тех, кто нас окружает, и все-таки стараться воздействовать на то, чтобы меньше загрязнялась территория. Территория наших городов, поселков, территория мест общего пользования, территория наших пляжей. Там, где мы больше всего можем видеть такие стихийные загрязнения территории. Территория тех же вокзалов, окурками, что мы сегодня видим. И ведь это появляется не просто так. Кто-то постоянно присутствует рядом. То есть мы должны каким-то путем воздействовать так, чтобы этого было меньше. Вот на канале программы мы пообщались с жителями Бреста и узнали их мнение. Вот что они думают? От кого в первую очередь зависит чистотой порядок в Бресте, в остальных населенных пунктах нашей области? И вот интересно посмотреть, что же ответили жители Бреста. Давайте посмотрим. Порядок, чистота в наших населенных пунктах в первую очередь. От кого это зависит? От всех. От каждого, как говорится. Ну и, конечно, от руководства. От нас, граждан? В первую очередь. Ну, конечно, больше не от кого. Надо создать группу людей, чтобы они следили за этим. На этом все, в принципе, хватит. От людей, конечно, от жильцов этого города и всего района. А как вы вообще оцениваете работу в Круппу, в Коммунальном, в ЖКП? Работают с самого утра. Я на работу еду. Без 26, и они уже работают. Оцениваю на высокую оценку. Но, к сожалению, не до каждого угла добраться могут. Но мне кажется, молодцы они. Спасибо им большое. Дворники работают хорошо. Каждое утро. Дворники соберут, а эта куча лежит, лежит, и двор ветер разнесет. Это же служба ихняя. Сами вот приемы, наверное. Ну, жить в городе и вот, извините, бросать. Это некрасиво. Для этого есть мусорки, урны, вот как мы видим, на каждом, можно сказать, метре почти стоят. Но, естественно, также надо учить и детей, и взрослых, чтобы не бросали мусор, чтобы не сорили. И дворники не успевают убирать. От этого, естественно, загрязняется мир. У нас в городе более менее порядок относительно, как по случаю в других, может быть, населенных пунктах областных. У нас люди более культурные, даже если взять вообще, чем в России. У нас, в принципе, даже чище, если посмотреть. Если смотреть за собой, тогда каждый будет смотреть за другим, и будет чистота и порядок. Я считаю, что надо начинать, в первую очередь, с себя. Администрация города должна тоже помогать. Она же в этом участвует. Хотя у нас практически более-менее еще не хуже, чем у других. Главное, чтобы мы не мусорили, ничего не кидали, никаких сигарет, выкидывали сразу мусор, тушили, чтобы не было никаких пожаров. И чтобы в нашем городе был порядок и чистота. В Бресте очень хорошо. Ну, в Минске я была, но Минск не сравнивать ни с чем. Ну, а Брест самый хороший, мне кажется, самый чистый, самый культурный. Ну, отрадно, думаю, слышать, да, такие отзывы от жителей Бреста. Михаил Павлович, несколько слов буквально от вас, как от представителя областного управления ЖКХ. Вот пожелания и напутствие всем жителям, чтобы дальше так, наверное, продолжали чистоту. В пользу случаем хотелось бы обратиться к жителям Брещины и с просьбой такой. Состояние окружающей среды, санитарное состояние населенных пунктов зависит от культуры нас самих. Поэтому просьба не сорить, просьба принимать активное участие в наведении порядка на земле и в преддверии предстоящего субботника принять активное участие в части наведения порядка и поддержания его на должном уровне. Ну, и несколько слов хотелось бы еще добавить, что в этом году, помимо того, что юбилей Великой Победы и Год Молодежи, Брест еще признан культурной столицей Беларуси. Это, наверное, как-то еще обязывает дополнительным, да, каким-то обязанностям нас всех. И в первую очередь начать себя действительно, уважать труд других. И все мы будем вознаграждены красотой и чистотой наших родных мест. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Всегда рады видеть в «Точке зрения». Уважаемые телезрители, большое спасибо за внимание. И до следующей встречи в следующей программе «Точка зрения». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok